Мы начинаем пресс-конференцию, посвященную 15-й церемонии вручения премии «Светлое прошлое». Позвольте представить участников. Шкальков Андрей Валентинович, лауреат премии, боксер-профессионал, мастер спорта СССР, чемпион континента, дважды чемпион Европы, чемпион СССР, чемпион России, спортивный эксперт на телевидении, телекомментарий, родился в городе Копейск Челябинской области. Губский Михаил Анатольевич, лауреат премии, оперный певец ТЭНО, солист Государственного академического Большого театра России, солист Московского театра «Новая опера» имени Евгения Колобова, солист Самарского академического театра «Опер и балета» с 1994 по 2011 годы, основатель детской инструментальной центральной правой школы «Десятилетки», художественный руководитель и директор Самарского академического театра «Опер и балета» с 2007 по 2011 годы, заслуженный артист России, родился в городе Многогорск Челябинской области. Власова Татьяна Германовна, лауреат премии 2017, спортсменка, спортивное ориентирование на лыжах, десятикратная чемпионка мира, тренадцатикратная чемпионка Европы, победительница Кубка мира, бронзовый призер показательных выступлений на зимней Олимпиаде в Нагау, Японии. Заслуженный мастер спорта России, проживала в городе Озерск и в городе Златоуст Челябинской области, представляя область сборной России. Чернов Олег Дмитриевич, лауреат премии, генерал-полковник ФСБ, заместитель генерального директора флотинговой компании государственной корпорации «Ростех», ООО «Кратер развития бизнеса», один из основателей Совета безопасности России, родился в городе Челябинск. Марк Георгиевич Рейников, лауреат премии «Светлое прошлое-2008», бизнесмен, меценат, председатель Совета побечителей фонда Олега Нитяева, член полукурсной комиссии премии, кавалер медали «ЮНЕСКО» «Диалог культур». Гургант Андрей Бодич, специальный гость в церемонии, актер театра и кино. Семенов Андрей Сергеевич, лауреат премии, актер театра и кино, киноэффективный фонда «Социалист» и драматург, народный артист России, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством 4-й степени». В числе его киноработ знаменитый фильм «Белорусский вокзал». Лауреат премии «Ника» и фестиваль «Сталкер». Награжден призом за честь и достоинство кинофестиваля «Кинотабли». Во время эвакуации с семьей проживал в городе Копийск, Челябинской области. Марина еще не подошла. У нас есть учитель участников. И позвольте представить Митяев Олег Григорьевич, автор и директор и директор и директор и директор, челябинец, автор и исполнитель, народный артист России. Струбов Константин Иванович, лауреат премии «Номинации Челябинец», бизнесмен, организатор «Ника» и фестиваль «Президент ООО УК ЮГК», заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области. Митяев, награжден знаком отличия за заслуги перед Челябинской областью, орденом за заслуги перед Родиной и Отечеством, почетный гражданин Челябинской области. Кролл Анатолий Ашерович, лауреат премии 2004, член конкурсной комиссии премии, специальный госцеремонии, композитор, дирижон, народный артист России. Дмитрий Владимирович, лауреат премии, генерал-лейтенант МВД, бывший начальник Академии управления МВД России, председатель правления Глуба Боргеначальников Российской Федерации, кандидат юридических наук, награжден знаком почетных работников МВД России и многими государственными и ведомственными медалями, родился в деревне Березовка Аргоярского района Челябинской области. Академия Петр Яковлевич, лауреат премии, кинорежиссер, сценарист, оператор, продюсер неигрового кино, основатель и руководитель киностудии ПС «Санкт-Петербург», доцент кафедры телевидения Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, куратор творческих мастерских режиссеров телевидения. Его фильмов победителя международных российских фестивалей неигрового кино, автор фильма по Владимиру Сосовскому, обладатель большого архивного видеоматериала «Аминь», родится в городе Челябинске. Приветственное слово предоставляется Андрею Валентиновичу Шкарикому. Пожалуйста, микрофон возле вас. Передайте, пожалуйста. Здравствуйте, друзья. Я просто начинаю подпись. Человечесе вижу нас всех, знакомые лица, друзья. Когда встают, приходят за меня. На самом деле, в последние годы нечасто бывают в Урале. Занялись по работе. Каждый раз я, по возможности, выезжаю на родину, встречаю близких, родных, друзей. С удовольствием унаюсь в эту ежеварадскую жизнь. Ну, так получилось, что, как говорится, я не могу назвать выжворалу «Малая родина» и «Дорогичник», потому что я не стараюсь высоко. Получилось так, что после окончания спортивной карьеры, обстоятельства сложились так, что мне просто предложили грешную работу. Я неожиданный спортсменом стал спортивным журналистом образованием. Слава богу, это у меня получилось. Я остался в Москве, но был регулярно, когда я здесь. И мне очень приятно находиться в компании таких уважаемых и очень знаменитых людей. Мне очень приятно, что не забываете меня, помните. И, Олег Григорьевич, вам огромное спасибо, Андрей, что вы были съедлены. Спасибо. Слойка выставляйте Михаилу Анатольевичу Грузскому, пожалуйста. Добрый день. Я очень счастлив, что я здесь, на своей родине. Но, честно, я в Челябинском городе был сегодняшний несколько раз. Намного больше, конечно, было в своем родном городе, в Новом Григорьске. И еще в одном городе, где провел большую часть своего действия, это Свердловск, Римурка. Поэтому я с Уралом очень тесно связывал, никогда не забыл. Это моя огромная любовь на всю жизнь, где бы я не жил. Я приходил с родителями и в Казахстане, учиться жить. Поэтому попросал меня по всяким городам. Свердловск, 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 Свердловск. Свердловск, Свердловск, Свердловск. Ну, как уже стало, так огромная моя любовь. С огромным счастьем всегда сюда приезжаю. Потому что здесь мои друзья, здесь мои русские, и по-моему, по-моему, и по-моему, здесь вся моя жизнь с ней получила. Я очень часто наконец-то сегодня здесь вместе с вами. Всего вам большое. Надеюсь, что общение, которое сегодня у нас принесло, потом будет интереснее. Спасибо большое. Слово предоставляется Татьяне Германовой. Пожалуйста. Здравствуйте всем. Мне очень приятно, что здесь находиться. В частных порядок. Очень приятно, что помню. И я знаю, что все мои основные спортивные результаты, которые достигли в моей жизни, были именно в то время, когда я выступала в Казахстане. Очень огромное спасибо за то, что помните. Это доверие, которое указано, как меня выберли. Но не отжим. Большое спасибо. Здравствуйте. Присоединяйте Олегу Дмитриевичу, пожалуйста. Добрый день, дорогие земляки. Наверное, в трудные минуты всегда народ собирается вместе. Знаете, как в стадо в лесу, когда дают ветер и ветер, они собираются вместе где-то в Москве. По пиклею о холле, как устроено человеку, что народ собирается всегда. Кто-то по политическим, кто-то по спортивным, по музыкальным, по интересным. Но вот собрать людей по поводу любви к родному краю, это совершенно уникально. Поэтому с удовольствием принимаю участие. Поэтому здесь вырос, здесь в эту школу. Ходил в институт, занимался спортом, начал работать. Правда, большую часть времени мне пришлось работать за рубежом. Вы в вашей школе, поэтому моё пожелание вам поменяться с вами местами. Вот, кто его зовут. Друзья, коллеги, прежде всего хочу всех нас поздравить с тем, что мы добрались до такого юбилея, 15-я церемония сегодня проходит. Ну, не все предполагали, начиная, во всяком случае, мы говорили вчера с Сергеем Григорьевичем, что, в общем, ну, там, 3-4, ну, 5, это, наверное, уже будет что-то такое замечательное и выдающееся. Ну, это 15-я церемония, и, в общем, окончание перечню талантов и списку выдающихся земляков, в общем, не видно. Не знаю, сколько еще хватит у нас всех с вами. Главное, что люди появляются все новые и новые, вначале молодым, заслуженным, опытным и так далее. В общем, как всегда, перечень его рядов – это, конечно, отдельное удовольствие общения, знакомства. И я желаю вам испытать это удовольствие сегодня вместе с нами. Спасибо. С вами был Игорь Григорьевич. Добрый день, друзья. У меня четко 20 лет жила в Челябинске, поэтому я тоже почти месяц. Вот, что меня связывает с этим городом. И, конечно, моя деятельность предполагает постоянные разъезды, переезды, достроенную жизнь. И мне повезло, Григорьевич, в этом смысле, потому что я не был практически весь Советский Союз, когда еще он был. А теперь всю Россию, когда она стала уже в виде России. Это поменьше территории чуть-чуть, но тем не менее я успел побывать во всех республиках, практически во всех республиках, во всех столицах. И теперь все равно колеса меня не оставляют. Я все время езжу и сегодня прилетел вообще к вам с большим удовольствием. Во-первых, повидать моих любимых коллег, друзей Андрея Сергеевича. Я думаю, что мое приглашение вызвано тем, что у нас такая семейная династия. Мамочка, к сожалению, не выездная, поэтому она бы была приглашена, я уверен. Да, потому что Андрей Сергеевич здесь. Это такая укладная завязка. Ну, приехал я и сегодня представляю свою семью целиком, поэтому родные вопросы, которые вам придут, уходу, я скажу. Как похоже на Ивана Урганта, у нас не голоса, а? Похоже на Ивана Урганта. Вы не родственники? Нет, 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 у меня есть почетное название «Аддо». Я отец Ивана Урганта. Причем это очень удобная позиция, потому что, во-первых, я сын великой русско-артистки недруга. И первую часть, половину, я надеюсь, так, мне 62, значит, я надеюсь, что это половина моей жизни. Хотя, как минимум, я провел как сын великой русско-артистки недруги. А следующую часть моей жизни я провел как отец великого русского телевизионного. Артистки делать ничего не надо. Я просто, я просто не ищу, меня ищут, приглашают, да, провести, я что-то вручаю вам из-за... Я никогда в жизни не получил ни одной премии, вообще, кроме грамоты. В третьем классе я прыгнул в длину на 3 метра 83 сантиметра, она у меня до тех пор хранится. Это грамота, это единственная правительственная награда, которую я имею, но зато я вручаю постоянно, все время. Я вручаю нику, я вручаю всякие кинопремии, я вручаю все, что телевизионные премии. Это весело. Очень интересно, я скажу, что придумываю, и народ это воспринимает очень хорошо. Так что высшая награда, это на самом деле хорошее отношение к публике, как и меня, знают меня, и любят меня, и входят на мои спектакли специально. Вот, присоединяйтесь, сам при этом. А почему-то, 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 у меня очень хорошо все сложилось. Спасибо. Андрей Сергеевич, вам слово, пожалуйста. Спасибо большое. Мне сказать нечего, в секунду вопроса я отвечу. Хочу только выразить глубокую благодарность Олегу Митяеву, Хрифону Митяеву за это приглашение. Я с удовольствием поехал в Челябинске, я тут не был уже лет 8 или 10, точно не помню, я, конечно, бывал здесь и не раз. Большое вам спасибо, очень приятно быть в этой замечательной компанией. Спасибо. Созданный представитель, Марина Николаевна Есипенко, ведущая церемонию вручения премий, актриса театра имени Ватанова, народная артистка России, группе театра премий «Золотая лера» и «Госсезон». Марина Николаевна, вам слово, пожалуйста. Спасибо, Маша. Пишите, товарищ начальник, всех побоидаю. Сейчас ты про меня все рассказала, всю мою биографию. Дорогие друзья, я, вы меня уже все знаете, не первый год за ружью. Поэтому, как я и прежде говорила, каждому бы городу по такой премии нашей России не объятной, потому что эта премия народная, вот чем она ценна. Вот, кстати, Олег Григорьевичу недавно присвоили премию «Российская национальная премия Виктория», музыкальная, за песню «Никому не хватает у меня». Но это нонсенс, конечно, потому что там эстрадные звезды были, да. Так вот, чем эта премия отличается, что она именно народная, и что народ голосует, а народ не обманешь. Поэтому, вперед из песни по жизни. Надеюсь, что все сегодня у нас состоится, как всегда. На высшем уровне. Игорь Григорьевич, у нас снова, пожалуйста. Да, я как раз все ласковые и благодарственные слова в мой адрес переинтересовываю к народу, потому что это премия народное, и люди выбирают, поэтому все я готов разделить. А с национальной музыкальной премией я не смог появиться в Кремле, был на гастролях. Пришла моя дочка, наша дочка, вышла на кремлевскую сцену, конечно, это непросто. Получила премию, и она мне потом сказала, ну, в общем-то, остальные песни были еще хуже, папа. Потому что цвет настроения синий и прочее, и прочее. Но при этом она говорит, мамочка, я тоже болела, не могла. Она говорит, что делать, скажи мне, как? Она в Кремль пошла, нарядилась, у нее метр почти 80, да, и еще каблуки она надела. И она, я, говорит, еле дошла до Кремля на каблуках, и она говорит, что говорить, что говорить, я не знаю. Я говорю, доча, скажи спасибо большое, и как говорил мой папа, как здорово, что все мы здесь живы. Так она и сказала, премию получила, ей все аплодировали. Ну, сейчас я в этом, дорогие друзья, мы сейчас уже репетировали, сегодня появятся какие-то новые музыканты, новые артисты на сцене. Поэтому будем рады всех видеть на церемонии речек. Спасибо. До свидания. Игорь Дмитриевич. Добрый день, дорогие друзья, уважаемую компанию. Для меня огромная честь присутствовать здесь, вот, среди, наверное, талантливых, знаменитых. Вот, ну, я родился в Оренбургской области, но закончил его Днятогорский институт. Двадцать лет проработал в Казахстане, в 97-м году вернулся. И вот, наверное, компания, которую я представляю, чем я занимаюсь. Вот, живой работаем сегодня в Челябинске, штаб-квартира у нас в Челябинске. Хотя компания, она такая федеральная, наверное, мы работаем в четырех регионах Российской Федерации. Вот, это огромный бизнес, это огромный экономический бизнес. Скажу, что, вот, наверное, то, что долгое время прожили в Средней Азии в Казахстане, наверное, чувство, наверное, долга какого-то, наверное, оно толкает заниматься всеми, прежде всего, общественно-политической работой. Вот, еще раз хочу сказать спасибо, вот, коллегам, партнерам, можно сказать, вот, то, что вот сегодня здесь присутствуют. Ну, спасибо. Спасибо. Владимир Челябинске, пожалуйста. Ну, мне очень трудно сказать коротко, хотя, конечно, попытаюсь сделать именно так, о Челябинске, поскольку этот город, действительно, где бы я ни находился, где бы я ни жил, города менялись по жизни, о Челябинске, о меня, что-то меняется, город номер один, потому что этот город дал мне все практически. И рождение, я единственный член семьи, который рожден в Челябинске во время войны, потому что у меня была в эвакуация, у меня была семья приехала с Украины, и я родился уже здесь, в Челябинске. Свою музыкальную ориентацию я получил в Челябинске, может, она не была такая благополучная, как хотелось бы, потому что за увлечение той музыкой, которой я посвятил всю свою жизнь, я был очень немалошеншим. Вот, и немало, сказать, я знаю, что говорить. Порицание. Пришлось в 15-летнем возрасте оставить Челябинск, и едва только начавшись учиться в музыкальном училище, вся моя, так сказать, дальнейшая жизнь была уже в Нечелябинске. Хотя у меня это не вызывает никакой обиди, потому что, наверное, все, что происходит в жизни, мы считаем, что это правильно, раз ты состоялся. Потому что можно благополучно провести юность, а все остальное будет потом не по пев. Но так получилось, что все-таки жизнь дала мне возможность заниматься своим делом, которым я по природе своей, все-таки, наверное, принадлежу. И я очень благодарен Челябинску за то, что он не забывает меня, потому что я каждый год по несколько раз бываю в Челябинске в разных, очень важных мероприятиях, и одной из которых я могу рассказать, наверное, самая существенная мероприятие, из которых, конечно, премии «Светлое прошлое». Я очень благодарен за честь, которая была мне оказана быть награжденным первой группе награжденных премий «Светлое прошлое» в 2004 году. На самом деле, это большая честь для меня. Но не буду скромничать, моих наград у меня достаточно много. Но тем не менее, «Светлое прошлое», потому что она обручена в рийске в мире, в рийском городе. Наверное, это все-таки альпинное явление в моей жизни. Я постараюсь быть полезным в Челябинске столько, сколько мне даст возможность его жизни. Спасибо. 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 Дорогие земляки, уважаемые коллеги, имена «Светлое прошлое» время, вы знаете, это даже не прошлое, это настоящее, потому что лучшие годы жизни и службы прошли в Челябинске. Здесь я родился, прокончил школу, ремесленное училище, потом по окончанию военного училища, и последующий военный академик, чтобы жил в воинских частях Магнитогорске и Челябинске. А потом уже работая в центральном параде, я также очень часто приезжал к конкурировку воинской части и соединения, в том числе и закрытых городных озер, с Киевым. Поэтому я считаю, что для меня Южный Урал это не вторая война, это первая и последняя. Извели на то, что военная служба так складывалась, что приходилось служить и в Украине, и в Московской области, и в Средней Азии, и в Северный Кавказ, в Башкирия, не буду все перечислять. Но здесь сформировался мой характер, здесь не только была учеба, но и работа на Челябинском и Магнитском заботе по кончанию и местной учебе. Поэтому номинация этой премии, которую я, конечно, воспринимаю как бальзам на тушке и благодарю, кто меня номинировал, и особые слова благодарности, безусловно, он тоже я, Олегу Григорьевичу, в частности, это еще и большой аббат. Поэтому я всегда большим уважением южноуральцам, моим землякам. Здесь у меня живые братья, сестры, многочисленные племянники по всему, по всей Челябинской области в большей степени в стопе Каштыма, и друзья по школе, по местному училищу, по работе и службе. Поэтому я сегодня, вы знаете, ощущаю себя в простом виде. Спасибо. Часть моего светлого прошлого, Челябинского, она, эта часть прошла по ту сторону баррикад в ваших рядах. Потому что я работал на Афжелике в 54-б оператором, кинооператором. И понятно, что моя жизнь, она связана со всякого рода событиями, которые происходили в Челябинске и за его пределами. Могу сказать, что это было удивительное время для меня. Спал я только в машине, когда ехал куда-нибудь там. Ну, далеко. А все остальное время было посвящено жизни. Снимал я каждый день, снимал иногда по несколько сюжетов в день. То есть это была счастливая группа. И ну как можно было уснуть, если там друзья тебе предлагают поиграть на барабане уже с открытым кафе на улице Цивилинга. конечно надо было идти туда и играть на барабане в этом закрытом кафе. И так далее. Значит почему я вспоминаю? Потому что я сейчас смотрю ну в мое время пресс-конференция это значит один кинооператор с улицы Роженикинса. Ну два фотографа от Челябинского рабочего, от Челябинского корсомольца и все. А тут такая команда, такая компания, таких сколько действующих людей в нашей профессии. И что я еще хочу сказать. В общем-то я как раз и получил вот эту профессию, эту будешь в профессию, вот будешь в жизнь получил здесь. Во 20 пионерах меня научили фотографировать, а потом после армии меня научили снимать кино на Челябинской студии телевидения. Ну и потом уже не куда было деваться, надо было ехать в Агиб и получать другую профессию, которая меня завела уже далеко-далеко на берега Невы. Но это я здесь получил. И поэтому наверное все-таки ну немножко считаю, что может быть отчасти поэтому я здесь сегодня вот здесь по эту сторону баряка может быть отчасти потому что все-таки главное дело моей жизни оно связано с Челябинской и с теми радостями светлыми которые здесь начались и которые сейчас по поводу устроителей этой премии они вот вдруг вскрыгнули и память мою и всю мою жизнь и в общем-то вот несколько ночей я уже переживаю светлое прошлое. это удивительно оно было разным это прошлое но тогда оно светлое потому что вот те слезы которые появляются как-то вспоминаешь они светлые спасибо спасибо переселые в семью и там начался скрипка ну если не скандал поблизко к этому потому что скрипка как-то не ходила в нашей творческой комнате семья и мира Лазарина и Арчикова а мой брат работал вместе с моим папой в тресте человек который строй он был главным инжелером треста и она меня забрала к себе в пятый класс и вот существует это и сыграла роль того что я стал перлистом потом уже стал композитором дирижером то есть мне пришлось по жизни освоить все творческие профессии которые касаются музыки и во всех направлениях вообще присутствия музыки и театр и кино и гастрольная жизнь и собственные перефилы и подавляя заведую вторым классом джазовой музыки в академии и гнезин их уже 16 лет ну и так далее и так далее не было бы Челябинска всего того что произошло в моей жизни хорошей просто не было бы играл на скрипке играл на скрипке ну вот кстати я свою юность раннюю провел играя в оркестре кинотеатра Ильи Пушкина вот по существу основной частью была оркестр на скрипке как уходит юность и кач вот ну я не хочу говорить плохо об этом инструменте это тоже великий инструмент но каждый рожден для своего пути для своего самовыражения в том чем он занимается мне в этом смысле я считаю очень полезным спасибо всем кто имел к этому отношение потому что я все-таки получил все музыкальные практические сына которые я отойдил для того чтобы чувствовать себя полноценным и счастливым спасибо спасибо еще вопросы пожалуйста да пожалуйста Александр Левцов у меня вопрос Марк Георгиевич я бы хотел спросить пожалуйста скажите пожалуйста какой-то человек который занимается конкурой науэта в теме еще достаточно давно наверняка спать у него с большими трудностями потому что с богатства наше печать и с бедом не хранит но собственно я его постановить таким образом выбирает печать на что вы сможете в первую спасибо трудности действительно есть но они настолько приятные эти трудности конечно есть какое-то личное отношение и как вчера звучало время знакомства с авгуляторами есть решение которое принимаешь чувствами да есть другие решения так вот мне кажется что самое простое и понятное это те самые личные ощущения и личные чувства скажу откровенно что ни разу за все эти годы принимаю участие как члены этой самой конкурсной комиссии ни разу на 100 даже на 90 процентов мое решение совпадало с итоговым результатом по окончательному первичной благодарности потому что как правило 16, 17, 18 все рассматривается в итоге словно говорит 10 это решение естественно это здорово потому что это реальное голосование это реальное мнение членов комиссии и в общем это решение показывает что у нас как-то с ангажементом в рамках этой премии с ангажированием вернее в рамках этой премии все плохо потому что предвиженное голосование реальное спасибо спасибо еще вопросы пожалуйста да пожалуйста я попал началась война отец будет заканчиваем этот институт они значит всем курсом предписали добровольцы 23 июня из них спортировали истребительный батальон который конечно никого не истреблял гасил зажиганки разбирал развалины после бомбежек и учились ходить строим ушам а семья решила мамашу со мной мне было 3 месяца родители были 26 лет в это время мамашу со мной отправили в бар внешний в Воронежском театре служил двоюродный дед Василий Иванович Лоринский сейчас в Воронеже на трех где он пил действительно реальная доска дед Воронежский уехал был эвакуирован сначала где-то под Уфой были морские потом оказались в Копейске я продолжал работать здесь ну естественно мы жили у хозяйки в племенчатом доме какие воспоминания у меня собственно никаких нет потому что я попал сюда 5 месяцев а уехал 20 небольших годов ну а родители знают что живут здесь довольно трудно голодно я знаю что мама и бабка ходили воровать дрова лечить вот так петь но тут есть книги разве что но здесь случилось ключевое событие последний курс института где учился отец вдруг из Москвы отправили доучиваться в Ташкин в какое-то время они там доучивались отец рвался на фронт и начался попасть туда военным корреспондентом и наконец он получил вызов и младший лейтенант он через несколько месяцев уехал на северо западный фронт ну поедал правда нас вот все что я знаю о скобле моих копейски но я говорил вчера и вероятно вечером скажу у меня скобле связано с челябинском связано очень важные воспоминания потому что году 86 театр который сегодня носит имя Наума Орлова поставил мою пьесу родные я приезжал сюда на премьеры естественно видел предварительные парагоны и театр произвел на меня очень большое впечатление качество троп прежде всего очень высокое прекрасные актеры старый спектакль Анатолий Морозов Екатеринбургский Петергородский я пройдем я спустил челябинский раку да они работали в Екатеринбурге и вот и его брать я считаю их русскими вот и присутствовал на премьере и из примерно двадцати спектаклей которые идут по моей пьесе это один из двух наилучших у меня сохранились очень влажные памятные я тоже буду делать спасибо еще вопрос есть да пожалуйста радио челябинского тракторного завода у меня вопрос для Михаила Натольевича Петра Яковлевича и Андрея Валентиновича почему потому что вы здесь обвелись в челябинской области и реализовались как бы в других местах если бы не уехали если бы жизнь по-другому сложилась как вы считаете были бы также реализованы счастливы довольны с моей жизнью если бы здесь остались или нет и почему воротили воротили когда я был студентом Другника и вот ему такой же вопрос задали я снимал на третий рейтинг с ним и он ответил и я с ним солидарен он ответил примерно так я бы мог быть кем угодно и его спросили а вот если бы я артистом кем бы вы хотели быть он говорит я бы никем не хотел быть но я мог бы быть где угодно я бы мог заниматься любой профессией любым делом если бы в этом деле были элементы творчества если бы я мог творить я бы мог творить где угодно я думаю я бы тоже мог вот быть сейчас по двусторону парика ну может быть не до седой породы но тем не менее я бы наверное здесь занимался тем же самым наверное жил так же интересно наверное так же ездил бы на Таганай на Сёрнатхуль и жил бы полной счастливой жизнью я вас уверял но вышло бы по другому вышло конечно не знаю хорошо это или плохо это произошло но мог бы быть и здесь я счастлив спасибо Михаил Анатольевич да Михаил Анатольевич сейчас с другой стороны как тебе знаете я получил так сказать прививку музыкальную именно на Урале потому что отец он заканчивал в общем он заболел в принципе музыки музыкальную театру именно на Урале и поступил сначала в музыкальном училище Свердловском а потом Свердловском инцерваториях и все время я был вместе с ним мои первые впечатления это когда я смотрел спектакли в первых рядах в Свердловском театре оперы и балеты поэтому в принципе такую же музыкальную группу я получил именно здесь на Урале и я этому очень благодарен потом я все свое действие именно справел за кулисами музыкальных театров и не знаю как бы сложилось дальше в моей жизни если бы именно на Урале я как бы не стал не полюбил музыкальные поражения и пел я здесь начинал петь с пяти лет и учился здесь музыки значит тоже с пяти лет в принципе но на Урале спецы мне поэтому как бы от Урала я не знаю как бы сложилось оно сложилось не на как бы а дальше ну действительно помотало и я не думаю что стал несчастным человеком если действительно жить в Урале наоборот я считаю что может быть даже что-нибудь лучше намного но потому что это мой любимый край но сложилось так что были Казахстан и Урал и Самарская земля в Урале и Московской поэтому ну так сложилось прекрасно это замечательно но Урал всегда у меня здесь и первое все что получил мне здесь спасибо спасибо и Андрей и Андрей Валентинович дабы вопросы пожалуйста ну я тоже получил прививку действительно в районе как и прививку в начале когда я еще жених в США в контракте тренер говорили что он не такой он в России он там в Смексике в Бразии даже не все и в Челябинске вот и ему покончили карьеры еще раз повторюсь всегда сделало так что я остался в Толице я пытался честно скажу между Петербургом и Челябинск и Москвой я получил шанс он не пустил но регулярно посещаю Южный Урал и Челябинск и Торбейск и наверное по окончании своей активной спортивной жизни я вернулся скорее всего так спасибо я хочу дополнить свой ответ на вопрос Ирины пожалуйста я просто не желаю потому что я действительно точно ответил что касалось джаза и причиной точно мне бы хотелось действительно сказать два слова когда я поступил в Челябинске музыкальное училище все по началу было хорошо но потом естественно молодые люди мы интересовались тем что существует нового музыки и джаз это естественно очень привлекательнее было и организовали маленькие ансамбли и вечером в музыкальном училище после занятий мы собирались в классе и играем ну там даже можно сказать не очень был джаз а скорее всего это была такая популярная музыка и в мандам вот такие его песни джаз ну и так каждому вечер он безобидно так совершенно музыцируя в этом классе открывается со стуком дверь уже известная вам фамилия господин Каверин который был уже директор музыкального училища что здесь происходит как это возможно в советском музыкальном учреждении выбирать такую музыку ну конечно ответить нам было очень трудно мы были обескуражены таким вот ну и после этого начались какие-то такие процессы в отношении венера и я понял что наверное в этих стенах будет трудно находиться дальше хотя в принципе к музыкальному училищу я относился очень хорошо вот кстати оно было там же в музыкальном училище на проспекте где была и школа в которой учился до этой кончины мне пришлось уехать но тем не менее что касается образования моего я этот вопрос не забыл в своей жизни работая в Тульской флоруме я закончил Тульское музыкальное училище когда я принял развалившийся оркестр Эдди Рознега что приглашал меня в Москву я экстерно закончил с отличием Дейтельскую академию музыки где я сейчас учил и работаю поэтому вы знаете надо наверное все-таки жить по-принскому все что мне является к лучшему поэтому я на свою судьбу бежал и наверное так надо было чтобы так случилось для того чтобы я получил возможность сделать то чем я занимаюсь сегодня спасибо извините просто долго остался в душе я вам причин обид у меня сейчас никаких нет когда были молодые маленькие естественно были какие-то свои переживания сейчас жизнь все замечательно прекрасно и не было хуже спасибо спасибо тогда пожалуйста все и как можно посмотреть вашу новую картину чтобы вы могли сказать совсем молодому зрителю тем кто 90-х годов рождение про что эта картина и почему не стоит его смотреть вопрос на засыпку дело в том что действительно старый уже не знаю кто вы пора на покое но судьба так сложилась что примерно через полтора месяца я закончил новый фильм который называется францер скажу честно я ни одной пресс-конференции ни добра никакой рекламы картины не делал у меня есть свои соображения фильм рассказывает в этом черном кино а черном кино и кино наши кинотеатры стараются надухо не видеть и пока тем менее я думаю что мы приняли правильное решение и каждый съемочный день не вставал радоваться тому что они отбавились снимать человек и кино это история о том как в 57 году примерно через месяц после окончания фестиваля Московского сюда приезжает учиться стажироваться группа французов на самом двери выпуск уникнов известного университета Эколи Нормаль в Бриджском из этой группы которая в реальности здесь училась выросла целая команда блестящих славистов из них часть последние годы поумирали например умер замечательный ну и Мартинес переводчик генианин французский или вот умер Жак Котов это была великолепная коллекция советской неформальной живописи всех звезд 60-х годов которых не выставляли он Котов например издал трехтунник переписки Достоевского великолепно переведенный на французский и с великолепными комитами участвовали в России известнейший словисты специалисты русской филологии мы не поручим это взято за основу в общем действие происходит в 57-58 году почти всего в Москве но в сущности не столько французов сколько о вот этом глотке свободы на исходе оттепли то есть остановлении поколения 60-х которым я имею честь принадлежать поэтому там есть некоторые сложности не столько идеологического сколько психологического характера в частности там есть эпизод когда они приезжали как бы художник художник который живет в бараке в Леонозове вот месяц назад в Париже умер Оскар Габин водолепщица наш художник вот этот барак в котором он жил взят за основу этого эпизода там есть эпизод когда как бы выходит из-под пули джаз который в ту пору как бы один из героев уже не запрещен но еще не разрешен француз спрашивает а как это понять на что герой отвечает да них страна лимония значит это тоже имеет определенный идеологический искусств и наконец там воспроизведена почти буквально история рукописного журнала синтексис за который для издания которого Александр Кензбург непокойный семьяк который сейчас будет в Париже получил свой первый срок хотя в рунале в этом машина не было никаких политических текстов это три сборника поэзии два московских поэтов третий был ленинградский четвертый не может не выпустить а это забрали и посадили собственно вот и финал в картине хотя она такая живая веселая молодые герои но финал там драматический как раз одного из соучастков издания журнала возится понятно я вам все рассказали поэтому советовать молодым я не берусь пускай иду смотрят захотят досмотрят до конца нет уйдут но пока мне кажется что я помалки про эту картину потому что когда я покажу ее прокатчикам или прокатственной компанией которая возьмется за ее прокат если возьмется я надеюсь что это случится только она будет решать вопрос стратегии выпуска фильмов на экран максимум что я способен здесь сказать я хотела два слова буквально еще изменить радиона я хочу сказать самое главное то что когда я уже работал в кино первый мой фильм с Кареном был из Шах Назарова ну и сразу помните так вот с чего начинается фильм причем Карен ничего о моей личности не знал один в один повторяют мою историю когда главный гео играет там вы помните рекламе в начале и ему говорят все на этом наша история с музыкой заканчивается ну я сейчас так своими словами вот это точно совпадает с моей биографией как Карен об этом доведался Саша Бородянский для меня до сих пор загадка но вот такое совхадение в моем жизни было извините о любом просто не сказать в этом нельзя это и смешно и это правда спасибо еще по-моему вы хотели обратиться пожалуйста вам слово от имени народа поблагодарить вас за такую замечательную народную премию свою дорогу а от имени это родная благодарность хорошую прости участие я не хочу но родная которая оказывает поддержку южного урала который проводит фонд родная с самого начала вы были с нами и ваше участие помогало нам давать новые возможности для тяжелобольных детей южного урала дарила надежды на их оздоровление и новое качество их жизни мы точно знаем когда люди объединяются их силы не складываются а умножаются и значит есть надежда что счастливые дети в нашей области я думаю что в стране должно быть больше спасибо за ваше доброе спасибо вообще я тоже должен сказать что ребята которые работают у нас в фонде это им огромное спасибо потому что фонд работает и проводит такие мероприятия я только где-то пытаюсь помочь а в основном это вот конкретные люди этим занимаются спасибо и еще вот вопрос Марине Николаевне от сайта ассоциации все настоящее детям а именно этот вопрос пришел от антенны из города Снежинск 30 лет вы играете в театре имени Евгения Вахтангова а чем был продиктован выбор театра после окончания театрного училища и каково ты играть столько лет в одном театре ужас чудовищ ужас если коротко не на самом деле как знают наши друзья артисты нас выбирает мы выбираем нас выбирает поэтому выбор именно театра Вахтангова упал на меня не меня но хотя конечно это очень большая честь играть уже 30 лет вот я думаю Владимир Владимирович видимо именно поэтому объявил год в театре этот год 30 лет мы пришли в театр я, Юлия Рудберг и Лида Винежева вот сразу три такие артисты нелегко но дорогие друзья сейчас не об этом а я хочу вас поздравить во-первых я смотрю на эту буклему 85 лет области поздравляю вас и в 85 лет 16 января исполнилось моему любимому партнеру Василию Семеновичу Лановому нашему достоянию тоже ваше область я ответила на то что ну вот как то а и естественно то что в течение 16 лет меня не только приняли в театре Вахтангова но в течение 16 лет я играла это уже было третье восстановление из пепла нашего легендарного спектакля как я называю наше полковое знамя принцесс Туратут и я в шутку себя называю принцесс Туратут в третьем поколении то есть первая была Матсурова в постановке Вахтангова потом Рубер Николаевич Семенов Василий Константинов и потом вот в 91-м году во время путча мы ходили бегали вернее репетировать как раз я жила на Садовом кольце песня была написана рассмотри в каком красивом доме ты живешь вот автором и да вот под этими пулями трассирующими просто у нас дом весь был вот эти танки были напротив американского посольства дом и в общем как-то когда во время НЭПа выпускали первую принцессу Туратут и вдруг во время таких событий мы выпускали нашу принцессу Туратут вообще очень как-то заклицевалось печально может быть но тем не менее вот спасибо кто-то я хочу еще добавить что-то пожалуйста ну я просто хочу воспользоваться такой минутой внимания прессы дело в том что завтра в институте культуры в 16 часов я имею честь показать фильм под названием Галич который был сделан буквально недавно мною а продюсером генеральным был Сергей Мирошниченко наш земляк вот и в этом фильме песни посвященную Галичу порат Олег Митяев так что вот тоже тут несколько таких интересных совпадений которые могут интересовать почтенную публику спасибо публику я хочу сказать что завтра в 16.00 во дворце пионера будет творческий день уход свободы ждем всех приходите пожалуйста еще хотела добавить что в рамках церемонии монтарте в холле второго этажа в театре состоится автограф сессии фотосессии с участием гостей приглашаем вас на это мероприятие наша пресс-конференция окончена очень спасибо 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 спасибо